Эфир канала ОТС продолжают информационные итоги дня в студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. О самом главном и интересном коротко прямо сейчас. Комбайны, трамваи и театральные гастроли. О чем еще договорились тибиряки и белорусы на берегах Невы. У нас была полная посадка гостей в зале. Полностью стены начало размывать и вода пошла большими ручьями прямо вниз. После этого мы сразу же эвакуировали всех людей на улицу. А дождь все льет и льет. Горожане раскрыли зонты, коммунальщики закрыли двери и отключили телефоны. Вот пеньки остались. Это все вишня, вишня. Все это срублено и все это вынесено за забор. Ударили топором по вишневому саду. На очереди дачные домики. Кто гонит пенсионеров с родных огородов? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый зам Юрий Петухов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Напротив, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко. Руководители ключевых министерств белорусского правительства и главы крупных предприятий. Напомню, в январе этого года между Беларусью и Новосибирской областью было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Сегодня стороны утвердили план конкретных мероприятий. Мы делаем основной акцент на развитии нашего сотрудничества и именно на укреплении и развитии кооперационных связей. В первую очередь, в освоении новых продуктов. Неплохо продвинулись партнеры российской и новосибирской стороны Беларуси, такие как Леотех, БелАЗ и Пелкоммунмаш и МАЗ. Неплохо развивается сотрудничество СИП электропривода с БелАЗом. Республика Беларусь сегодня один из крупнейших партнеров Новосибирской области. Так, за пять месяцев этого года внешний торговый оборот вырос на 4%. Одних только белорусских тракторов, наши аграрии, коммунальщики и строители закупили больше 700 штук. Внимание такое со стороны Республики Беларусь, как вы знаете, с участием посла, это как раз подчеркивает то, что внимание руководства Республики Беларусь к Новосибирской области, к взаимодействию особое, мы это чувствуем. Особое внимание в рамках соглашения о сотрудничестве уделят научной сфере. Правительство Новосибирской области планирует привлечь белорусские организации к инфраструктурным проектам Академгородка 2.0. Андрей Баев, Дмитрий Злобин из Санкт-Петербурга. Специально для новостей ОТС. Последствия вчерашнего ливня в Новосибирске сегодня устраняют весь день. Насадки не прекращались 5 часов. В результате вечерний транспортный коллапс и ночные массовые отключения электричества в домах и жаркое утро для коммунальных служб. Рассказывает Николай Сальников. Начавшийся в 3 часа дня мелкий дождь к 6 вечера перешел в ливень. Город встал в нетипичные для лета 9-ти бальные пробки. Уровень воды выше бампера и легковушки поднялся на многих участках дорог Новосибирска. Затопила площадь труда. Улицы Троллейного жил массива, восхода, микрорайона, родники. Множество проблем возникло у жильцов дома на Державина 46. Вчера это была просто трагедия. Мы не знали, куда... Мы звоним в аварийную, нам говорят, приедут в порядке очереди. В 9 позвонили во втором часу. И только благодаря тому, что у нас есть мужчины, которые забрались на крышу и вычерпывали воду. Мы просто брали конвейер, а мы оттуда вычерпывали воду, чтобы хоть как-то снизить поток, чтобы не затопило весь подъезд окончательно. Однако позже стало ясно, усилия жильцов верхних этажей оказались тщетные. В электрощитке произошло короткое замыкание. Все вот так вот прямо с потолка вот так вот все лилось. Здесь все дымилось, искрилось. Холодильники, телевизоры, там дети тоже за этими, за компьютерами. И все ноутбуки, компьютеры посгорели. Вот, это абсолютно точно. Стоит отметить, что крыша в многоквартирнике на Державина в очень хорошем состоянии. Дождевая вода пробила себе путь по поверхности ливневой трубы, которую местные коммунальщики, видимо, очень давно не чистили. Следы ночного потопа видны и на Сибирской 37. На межэтажных перекрытиях до сих пор лужи, стойкий запах сырости. По углам дверей в квартиры тряпки. Очевидно, что борьба с водой здесь велась не один час. О масштабах произошедшего можно судить по этой квартире. Тазики полны, вода продолжает капать. Причина душа с потолка – несоблюдение правил при ремонте кровли. Крыша неисправна уже много лет. В этом году ее начали ремонтировать. Сняли кровлю и ничем не накрыли. То есть, и после этого затопило технический этаж. Здесь бежала вода. У соседей, у моих тоже бежала вода. То есть, они буквально недавно сделали ремонт. У них весь потолок обвалился. Все, везде лужи. Я заглядывал, там просто у них озеро везде. С такой же проблемой столкнулись и жители дома номер 127 на улице Грибоедова. Сильно пострадал от потопа и бар на Ленина 20. Полностью стены начало размывать, и вода пошла большими ручьями прямо вниз. После этого мы сразу же эвакуировали всех людей на улицу, отключили электроэнергию, и вода поступала к нам до самого момента, пока не закончился дождь, примерно до полуночи. За это время мы обзвонили всей организации. Никто к нам не приехал. По предварительным подсчетам, убытки заведения с учетом выхода из строя дорогой техники, порчи интерьера и простой на ремонт составят несколько сот тысяч рублей. В то же время из-за дождя более двух тысяч домов мегаполиса остались без света. Причина – замыкание электропроводки из-за повышенной влажности. Дольше всего без электричества оставались пользователи Зальцовской подстанции. Впрочем, исходя из прогнозов метеорологов, коммунальный апокалипсис сможет повториться. Дожди в Новосибирске очень вероятны еще в течение трех суток. Николай Сальников, Андрей Руднев, Новости ОТС. И пока на горожан льет с неба, к жителям частного сектора на улице Порт-Артурской вода пришла из-под земли сегодня рано утром. Прорвало трубу. Ну, а тут море вот так вот все текет. Все, давай звонить, вызывать. Час нету, два нету, три нету, четыре нету. Вот четыре с половиной часа так вот приехали. Затопило все, дома затопило в ограде. Тут все ручить. Воду пришлось откачивать из люка под давлением, чтобы перекрыть вентиль и наложить хомут. Рельеф местности таков, что заливало в основном дорогу. И пострадал только один двор. Его хозяин пытался соорудить насыпь, но ее быстро размыло. Местные жители говорят, эту трубу не ремонтировали с 1987 года. И порывы случаются регулярно. Война за шесть соток в поселке Мачище у земли, которую еще с прошлого века обрабатывают дачники, объявился собственник. Владелец выдвинул условия. Пенсионеры должны освободить территорию до сентября. И пока наши корреспонденты выясняли нюансы и собирали мнения конфликтующих сторон, неизвестные начали уничтожать то, что садоводы растились с таким трудом. С места событий Екатерина Стывко. Вот этот пенек, это яблоня. Она была очень большая, крупная. Вот пеньки остались. Это все вишня, вишня. Все это срублено и все это вынесено за забор. Ольге Петровне тяжело сдерживать эмоции, ведь сад, над которым она трудилась почти 30 лет, уничтожают. Отлучилась в город за внучкой. Приехала, а деревьев нет. Только ранетки на земле и стройка за забором. Женщина рассказывает, виновники нашлись быстро, работники с завода напротив. Извиниться за инцидент приехал директор, но это была не единственная его цель. Мой участок мешает проводить вот эти работы. Вы видите сами, что они идут. И вот именно мой участок все загородил. Поэтому он приносит извинения, но просит через 10 дней вывести инструмент и освободить участок. У остальных срок другой, до осени. Как рассказали очевидцы, уже снесено порядка 10 домов. Камень преткновения, право собственности. Его здесь у многих нет. Несмотря на то, что свои сотки земли люди получили еще в 50-х годах от заводов, на которых работали. Сейчас на карте даже нет обозначения, что это дачное общество. В перестройку люди предприняли первые попытки приватизации. Для многих безуспешные. Участки находились в опасной зоне. Когда запрет сняли, хозяева вновь попытали удачу. Выплатил деньги на приватизацию. Ежегодно оплачивал все взносы. И в конце концов написано, ваш земельный участок на приватизацию не подлежит. Так как на вашем участке находится другой кадастровый номер и другой владелец. Вот с этим я и остался. Алексей Леонов борется за свою землю уже много лет и сдаваться не собирается. Огород помогает пенсионеру выжить. И тем более участки, которые не относились к промышленной зоне, соседи давно приватизировали. Ему не помогли ни дачная амнистия, ни походы по инстанциям. Последняя надежда – суд. Но на него у пенсионера нет средств. Сейчас эта земля принадлежит заводу железобетонных конструкций. Как рассказал директор, право собственности оформили еще в 2003 году. И сейчас территория необходима для производственных нужд. Люди, которые находятся на участках туда дальше от завода, они до осени будут хозяйствовать. Потом с каждым индивидуально будем разбираться. Участки года два назад три сносились. Здесь люди получали от 20 до 30 тысяч компенсацию. По этому же принципу будут и в дальнейшем работа будет проводиться. Ситуация двоякая. На одной чаше весов право собственности и интересы предприятия. На другой – люди, для которых это не просто земля. Екатерина Стывко, Александр Егоров. Новости ОТС. Это информационные итоги дня. И смотрите далее в нашем выпуске. Ты можешь всеми командовать, во-первых. На тебе лежит ответственность, и ты должен ответственность вытянуть свою команду через терник звездам. Здесь есть цветы на любой, даже самый изощренный вкус. От известного многим колонхоя до очень редкого иониума древовидного. Все эти сорта выводили опытным путем. Каждое растение может выжить в суровых сибирских условиях. Побеждают те, кто более вынослив и относятся к этому более с пониманием, как, в принципе, получилось у нас. В Новосибирске обновляют подвижной состав. По улицам города уже курсируют пара десятков трамваев российско-белорусской сборки. К осени на маршруты выйдут еще 10 новых вагонов. Разработки наших инженеров делают их экономичнее. И в целом, благодаря сотрудничеству сибиряков с белорусскими коллегами, электротранспорт городу обходится дешевле. Дмитрий Белькевич продолжит тему. Так выглядит современный городской трамвай. Через несколько дней он выйдет в первый рейс. Сейчас вагон еще в целлофане. Тут последние приготовления монтируют проводку, устанавливают дополнительное оборудование. Рядом уже готовый образец. Две недели назад это был машинокомплект. Кузов шел отдельно из Белоруссии. Тележка отдельно. Новосибирские мастера собирают его как конструктор. Они нам поставляют кузов, машинокомплект первой комплектности. То есть в нем есть освещение, в нем проложены уже провода, в нем есть облицовка, стекла есть. И установлены, скажем так, линолеум лежит сиденье. Провода заложены, но и нам здесь приходится делать уже модернизацию. Речь идет об установке электрического привода. Он управляет двигателями и зарядкой батареи. Изготавливают оборудование в Новосибирске. Оно экономичнее аналогов на треть. Во-первых, стоит светодиодное освещение. Расход электроэнергии очень маленький. Я сказал, что привод стоит электронный. Привод стоит не то, что раньше. Релейная эта система стояла. Это экономия электроэнергии до 30%. Разработчик дает, и на самом деле получается. Экономия электроэнергии отличается. Тонированные стекла стоят, стеклоуплотнения, стеклопакеты стоят. То есть теплее гораздо должно быть. На этом трамвае поставили дополнительные печки. На старых трамваях стояло 4. На этом теперь в салоне будет стоять 6 печей. Новые вагоны эстетичнее, тише. Правда, и стоят соответственно. Один такой трамвай обходится муниципалитету в 18 миллионов рублей. По городу уже курсирует 20 вагонов. Я считаю, что за три года это очень хороший показатель для города Новосибирска. Потому что не каждый город за такой срок получил такое же количество трамвайных вагонов. На сегодняшний день трамваи нашего производства рекомендовали себя с положительной стороны. Эксплуатация не выявила каких-либо серьезных замечаний. В итоге к сентябрю на улице мегаполиса выйдут 4 новых трамвая от совместного предприятия. К концу года еще 6. Руководство завода надеется, что обновлять подвижной состав в городе будут на постоянной основе. Дмитрий Белькевич, Борис Гладких, Новости ОТС. К другим темам. Контрактникам в российской армии существенно повысят зарплату, сообщает издание «Красная звезда» со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу. Так, с 1 сентября увеличится денежное довольствие рядовых и сержантов. Изменятся и зарплаты военных водителей. Насколько издание пока не сообщает, но известно, что для шоферов категории С и Е установят ежемесячную надбавку в размере 30% от оклада. Также с октября повысят компенсации за съем жилья, а сержантам и рядовым могут предоставить право на бесплатный проезд к месту отпуска и обратно. А те, у кого служба в армии еще впереди, сегодня играли в зорницу под присмотром сотрудников ФСБ. Школьников от 9 до 14 контрразведчики рассказывали об основах военной подготовки и следили, как подростки проходят полосу препятствий. Дмитрий Антипов наблюдал за всем происходящим. Более 30 новосибирских школьников собрались сегодня на берегу Обского моря на Зорнице. Здесь сотрудники новосибирского УФСБ рассказывают детям о основах военного быта и проводят с ними самые разные конкурсы. Здесь они ходят и по бревнам, перелазят по веревочным мостам, стреляют из пневматики и даже метают гранаты. Подъем, построение, занятие, отбой. Такого расписания школьники будут придерживаться до пятницы. Александра на Зорнице уже четвертый раз. В этом году и досталась очень ответственная роль. Она – командир. Тут круто, и быть командиром – круто. А почему тебе нравится быть командиром? Ну, потому что ты можешь всеми командовать, во-первых. На тебе лежит ответственность, и ты должен ответственность вытянуть свою команду через терник звездам. На Зорницу дети попали после строгого отбора. Большинство занимаются спортом, в дневниках – одни пятерки. Кирилл намерен готовиться к армии, ведь где еще можно под руководством бойцов спецназа научиться военным премудростям? Есть иногда свободное время позвонить родителям, но и всегда заняты, и это прикольно, что ты не скучаешь, не скучно. Ну, и вот. Сотрудники УФСБ возрождают Зорницу по собственной инициативе. Говорят, что так они смогут воспитать и будущих сотрудников силовых ведомств, и просто достойных граждан. Пытаются научить работать в команде. Дети, они должны с детства воспитываться, да, ну и патриотами, и с желанием заниматься спортом, с желанием проходить службу. И многие из этих детей, я наверняка уверен, придут и к нам на работу, придут и в Министерство обороны, придут и в Министерство внутренних дел. Главное все-таки им привить вот этот комплекс навыков. В пятницу подведут итоги всех конкурсов. Победители получат благодарственные грамоты и призы. Дмитрий Антипов, Антон Мамаев, Новости ОТС. Случаев незаконного отстрела животных в Новосибирской области стало больше. Браконьеров не останавливают большие штрафы и уголовное преследование. С начала года возбуждено уже 37 дел. 9 уголовных дел – это незаконная охота. То есть, несмотря на то, что люди получают огромные штрафы, ущербы, уголовные дела не уменьшаются за последние несколько лет. То есть, их прибавляется с каждым годом все равно. Люди стараются заехать на особо охраняемую природную территорию с целью незаконной добычи животных. Ну, в основном, это косуля, лось. Заказники – особо охраняемые природные участки. В нашем регионе они занимают 7% от общей территории. Охотиться в лесах таких запрещено, но случай отстрела диких животных – не редкость. По оценке инспекторов природоохраны, ущерб от действия браконьеров только в этом году – почти 10 миллионов рублей. У нарушителей изъято 112 единиц оружия, 10 снегоходов и 2 автомобиля. А убитых животных – полсотни. В основном, это косули. Замечу, что гибнут звери и в ДТП. На загородных трассах автомобилисты сбили с начала года 17 животных. Сейчас работаем с департаментом информатизации. Будет карта и будет приложение в навигатор. Но многие же водители пользуются им, чтобы когда он двигается, его уже предупреждали, что да, на этом участке возможно столкновение с диким животным. Поэтому, чтобы водитель был предупрежден. Впервые в Новосибирске собрался Всероссийский студенческий медицинский отряд «Академия-2019». Будущие врачи из 12 регионов страны приехали, чтобы познакомиться с профессией, друг другом. И с ведущей программы про здоровье на канале ОТС Наталья Цопиной. Потомственный медик, активист-волонтер Виталия Петрова перешла на третий курс Казанского медуниверситета. Мечтает работать в реабилитационных центрах, помогать людям восстанавливаться после травм. Сегодня попробовала себя в новом качестве – санитара служебных помещений. Прошел первый рабочий день в лоротделении Новосибирской облбольницы. Коллектив мне очень нравится. Весь, вот куда бы я ни сходила, в любое отделение очень дружелюбный. Когда теряешься особенно, они помогают, направляют. И все хорошо относятся к тебе. Академия 2019 – так называется Всероссийский студенческий медицинский отряд. Он начал работу впервые, собрал 47 будущих врачей из разных регионов страны. Та идея, которая была выдвинута нашим медицинским студенческим отрядом, местным, и тот эффект, который сегодня мы видим, это то, что представители 12 регионов к нам приехали, говорит об уровне оказания медицинской помощи, вообще об организации здравоохраненной территории. И поэтому для нас это очень важно, почетно, и то, что выбрано, вот два лечебных учреждения основных наших, это областная больница и горбольница, где ребята будут проходить практику, тоже подтверждает, что нам есть что показать, есть чем гордиться. Ребята разного возраста, с первого по четвертый курс, у каждого своя зона доступа и ответственности. Если, скажем, студенты медицинского университета после третьего курса работают уже в качестве среднего медицинского персонала, то студенты четвертого курса могут работать помощниками врачей. Поэтому здесь очень четкая дифференциация будет, очень четкое понимание у наших руководителей, крупнейших лечебных учреждений, кто чем будет из них заниматься. Эти студенты круглый год участвуют в социальных и донорских акциях, помогают в больницах медперсоналу. Провести каникулы в Новосибирске хотели многие, конкурс был два человека на место. Посмотрели на опыт их работы, смотрели на деятельность конкретно в студенческих отрядах, как активно себя проявляли, то есть такие критерии отбора были. Впереди полтора месяца работы, в свободное время спорт и творчество. Тех, кто проявит себя лучше всех, ждут награды. Наталья Цопина, Евгений Агеев, Новости ОТС. Первые плоды, цветы и рекорды нынешнего урожая. Дачники представили на выставке в Новосибирске то, что успели вырастить к середине лета. С экспозиции «Юль», «Цветочные и ягодные». Сюжет Екатерины Набгородцевой. Здесь есть цветы на любой, даже самый изощренный вкус. От известного многим колонхоя до очень редкого иониума древовидного. Все эти сорта выводили опытным путем. Каждое растение может выжить в суровых сибирских условиях. Это уже вторая тематическая выставка за сезон. Садоводы представляют публике и своим коллегам новые сорта, которые удалось вырастить и сохранить. Вот эти экспонаты привезли с барабинского сорта участка. Представляют лучшее, что можно посадить не только в специальных условиях, но и на дачах. На учные работники сюда приезжают. Можно консультацию получить по любому вопросу. И по картофелю, и по овощным культурам, и по цветочным культурам. Вот все, что здесь цветоводы сидят, это все люди, которые через свои руки, через свои участки пропустили по нескольку десятков сортов. На выставке можно увидеть необычные сорта привычных растений, таких как, например, эта герань. Надежда Судницына занимается выращиванием растений более 30 лет. Раньше на любительском уровне, сейчас профессионально. Если какой-то цветок не может зимовать на улице, пробует сохранить в горшке. Первонаперво надо научиться правильно поливать цветок. Для любого цветка, прежде чем осуществлять следующий полив, нужно, чтобы обязательно земля просохла. Потому что корни цветка должны получать, кроме влаги, еще и воздух. Они должны дышать. А если мы постоянно будем лить, 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 то, естественно, к чему это перейдет? Корешки загнивают, в результате цветок погибает. Летом Дачная Академия проводит выставки и практические занятия. Зимой лекции, семинары. Учатся правильному судоводству. И все для того, чтобы у каждого был богатый урожай и красивый цветник. Екатерина Новгородцева, Борис Гладких, Новости ОТС. Триумфаторы волейбольной лиги нации вернулись домой. Напомню, сборная России одержала победу на турнире, обыграв в финале команды США. В составе сборной выступали игроки и воспитанники нашего локомотива. В аэропорту у спортсмена встречала Кристина Лата. 30 часов полета, две пересадки и, наконец, дома. С другого конца света, американского Чикаго, в Сибирске, волейболисты вернулись уставшие, но счастливые. На груди золотые медали Лиги нации, турнира, который пока покорялся лишь нашей национальной сборной. Блокирующий локомотива Илья Скуркаев первый розыгрыш Лиги нации прошлым летом пропустил из-за травмы. Зато сейчас стал ключевым игроком сборной. Соревнования краткосрочные, розыгрыш идет всего полтора месяца, но охватывает практически все континенты. Позади 70 тысяч километров пути, это как дважды облететь планету по экватору. И 19 матчей в разных концах мира, от Уфы до австралийского Брисбена. Все равно выбивают из колеи и тем самым ограничивают в тренировочном процессе. И, наверное, побеждают те, кто более вынослив и относится к этому более с пониманием, как, в принципе, получилось у нас. Либера, основные игроки, на которых строится прием, тоже из локомотива. Роман Мартынюк сейчас играет за железнодорожников. Валентин Голубев последний свою мать за новосибирскую команду провел два года назад. Но все равно является частью клуба, пройдя путь от детской школы до основного состава. А Новосибирск хоть не родной город, но второй дом. Лигу нации игрок называет первым турниром, где удалось полностью раскрыть себя. Вот в этой сборной, что интересно, при том, если ты играешь, ты не смотришь на счет. Ты играешь каждый мяч, и в целом, даже я не помню, как складывалась игра по счету. Мы что проиграем, что выиграем, мы постарались показать максимум. И, наверное, это была какая-то уверенность в плане игры. То есть каждый друг друга верит и в себе не сомневается. И делает свою функцию. И это, наверное, залог успеха. Времени на отдых мало. Уже 22 июля игроки снова уедут на сборы. Впереди национальную команду ждут главные соревнования этого лета. Отбор на Олимпийские игры в Токио. Кристина Лата, Тарас Тарасов. Новости ОТС. Такой была информационная картина дня. 17 июля в студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание и до встречи. Прогноз на 18 июля. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Влажность 75%. Температура ночью плюс 16-18, днем 21-23 градуса тепла. В последующие двое суток будет облачно с прояснениями. Временами дождей. Температура воздуха в пятницу плюс 22-24, в субботу плюс 23-25. На этом о погоде все. С вами была Ольга Лихачева. Хорошего настроения и оставайтесь на нашем канале. Продолжение следует...